Одной из самых частых причин появления кариеса – это скучность зубов. То есть появляются такие контактные поверхности у зубов, которые труднодоступны для зубной щетки, и некоторые пациенты, не пользуясь зубной ниткой, игнорируют наши рекомендации, и получается кариес в самых неподходящих и неудобных поверхностях. Чаще всего такие случаи происходят у подростков, так как еще не прошли ортодетическое лечение, зубы находятся в неправильном положении, скученые, плюс еще недостаток гигиены, в силу того, что подросткам просто лень иногда почистить зубы, и, соответственно, приходят уже с запущенным состоянием, когда кариозный процесс уже приближается к нерву и становится виден на передней поверхности зубов, тогда родители обращают внимание, что что-то здесь не так, и приходят за лечением. Вот здесь у нас зуб 2-1, немножечко наслаивается на зуб 1-1, соответственно, здесь скапливался налет, не прочищался, и тут же пошел кариозный процесс. С дистальной поверхности также получился кариес между зубами 1-2 и 1-1, 2-1 и 2-2. Первое посещение мы лечили именно кариес по центру и на дистальных поверхностях 1-1 и 2-1 зубов. Пока мы не брали еще двоечки, потому что это слишком большая работа для пациента, чтобы можно было все это хорошо высидеть. Сложность такой реставрации заключается именно в неправильном положении, так как зубы прорезывались естественным путем, а сейчас нам нужно реставрации создать под таким же неправильным положением. Впоследствии, конечно, будет проведено ортодонтическое лечение, пациентка уже готовится к нему, и брекетами будет исправлено положение зубов, и гигиена уже будет лучше проводиться. Продолжение следует...